Каждый клиент начинает не просто импульсивно выбирать банк, он увидел зеленый цвет или красный цвет из маркетологов на его каких-то гендерных стереотипах, показав прекрасную девушку на плакате. Клиент начинает включать мозг и осознанно подходить к выбору его вложения или каких-то других финансовых операций. И в этом смысле, конечно, человек начинает больше сравнивать. Казалось бы, да, вот есть прекрасные сервисы агрегации финансовых продуктов, где можно посмотреть и выбрать из этих продуктов по различным параметрам. Но, как показывает практика, этого недостаточно. Можно включить еще один слой и создать действительно интеллектуальную систему, которая бы помогала приближать клиента к его цели. Что же это значит? Давайте, чтобы понять, немножко вернемся к нашему клиенту. Заходя в банк или другую финансовую организацию, он общается с менеджером. Как же завлечь этого человека к себе в банк? Это тоже очень важная задача. Но давайте посмотрим с другой стороны. Каждый человек, живущий в крупном мегаполисе, он уже у вас в банке, потому что вы о нем знаете практически все. Как только он заходит на страницу в интернете, как только он заходит на страницу банка и оставляет минимальную заявку, вы о нем знаете уже столько, как будто бы он час говорил с вашим менеджером по продаже. И это крайне важно. Вся эта информация уже есть. Она есть у коллег в банке кредитных историй, она есть у интернет-сервисов, которые также прекрасно отслеживают всю историю взаимодействия человека и интернета. Но на базовом уровне, конечно же, клиент думает о чем? О ставке и о надежности. А банк не может быть у клиента, который вернет кредит и сможет получить кредит, он позволяет смотреть не только на эти параметры. Что же оно может? Что же можно в нее вложить? Зато защита не может показать банку, поместить это в лид информацию о клиенте, которая ему важна. Именно ту, которую требует конкретный банк при подключении к этой системе. Можно смотреть его в социальные интересы, проверять его по различным базам кредитчиков, ипотечиков, делать экспресс-скоринг. Все это возможно и уже существует. Фильтрация и очистка данных в конкретной анкете – это первая стадия для того, чтобы дать качественный лид конкретному поставщику, который хочет продать свою услугу. При этом наличие огромного количества предложений на самом сервисе и в интеллектуальной системе позволяет предложить самому клиенту ровно то, что он хочет, в зависимости от его предпочтений. И здесь играют уже не просто красивые слова и красивые картинки, а попадание точно в его потребительские желания. Точно так же для самого клиента мы обеспечиваем качество банка. Мы проверяем эти банки, насколько они адекватно реагируют на наши запросы другие. Смотрим статистику. И все это агрегируем в рейтингах и в тех предложениях, которые мы предлагаем клиенту. Естественно, без достоверности никуда, проверяется обратная связь. Все это дает суммарно очень недорогую по сравнению с традиционными источниками получения клиентов и их удержаниями систему, которая позволяет генерировать очень качественные заходы клиента конкретным продуктам. Но, помимо этого, обрабатывая столь значительный массив информации, мы отслеживаем поведение клиента от начала его захода в сервис, в интеллектуальную систему, с первоначальным запросом изменения тех параметров, которые он подбирает, изменения его профиля и итоговый результат. Берет он кредит и, более того, покупает ли он, например, что-то на этот кредит и что конкретно. И вот эту аналитику в различных разрезах мы точно так же можем в интеллектуальном сервисе увидеть, посмотреть и предложить другим заинтересованным сторонам, в частности, специалистов маркетинга.